Всем привет, дорогие друзья! Подписчики канала Каталог Ваглеров, подписчики канала Рыбалка Сибиряком 007. Сегодня у нас интервью с автором канала Рыбалка Сибиряком 007 Василием Поплыгином. Привет! Привет, Серега! Давно мы с тобой не виделись. 5 часов нас времени с тобой разделяют, но это не помешало нам с тобой связаться. Приветствую всех подписчиков твоего канала, ну и своего канала, конечно же. Сибиряк 007 вновь с вами. Далее Данил Дикун интересуется, как тебе кастинг или спиннинг? Что больше нравится? Слушай, там столько вопросов много нас задавали, я что-то даже сам не проверял. Много. Работы у нас сегодня прилично. А уж удивительно, кастинг или спиннинг? Ну... Ну если говорить совсем объективно, совсем объективно, то есть без каких-то личных предпочтений, то всему своё место. Где-то эффективнее и удобнее кастинг, где-то эффективнее и удобнее безнарционная катушка. Для себя я определил, что безнарционка. То есть я половил кастинговыми кастинговыми снастями и на джиг, и на воблеры. Сейчас я их практически все распродал, всё, вот они, мульт никак не продастся. Вот. Потому как, ну там, где я ловлю, нету преимуществ мультипликатора. То есть береговой джиг, дальний заброс. Да, можно сделать дальнобойный кастинговый комплект, но это будет стоить дорого. Это заморочки с заменой шпуль, подшипников, подборка там масла, чтобы всё это далеко хорошо летело. То есть очень много заморочек. Мне, честно, лень этим заниматься. Я проще возьму тонкий шнурок безнарционку и закину туда же, куда и... С тем же качественным, дорогущим мультом, да, только без заморочек и больших трат. Вот. Хотя, опять же, не скажу, что безнарционки-то дешёвые. Вот в этом плане уже, да. Ультралайт, ну какой там мульт. Вот это вот движение ультралайтовых мультипликаторов, ну если честно, я не понимаю. То есть какой-то, ну, не вижу там смысла. Вот эта вот мощность мульта и ультралайт, это вот сочетание несочетаемого. Кому-то нравится, пускай ловит, ради бога. Я человек такой демократичный, то есть я никогда никому ничего не навязываю. Вот лично моё мнение, мне он не нужен в ультралайте, да. Джиг с лодки. Там, да, как бы имеет место быть, но мне не понравился мульт по двум причинам. Во-первых, ловля в холодную погоду. То есть джиговый мульт это металлическая крепкая катушка, которая здорово замерзает. И это некомфортно. Друг он постоянно ноет по осени со своими мультами. Он у меня чисто мультами ловит. Ну, практически на 100%. И плохая работа фрикциона. То есть этот момент мне тоже не нравится у мультов. Но я согласен, что мульт при одной мощности легче. Или там при одном весе он гораздо мощнее будет, да. То есть в этом плане, да. Ну, мне хватает мясорубок, потому что я немного ловлю на джиг. То есть взять того же Григория Безменова, который со мной в одном городе живёт. Да, он ловит кастингом на мульты, но у него 90% рыбалок. Это лодочная рыбалка, серьёзный джиг, большие веса, большая рыба. То есть ему нужна катушка, которая имеет большой ресурс по надёжности, да. Естественно, я понимаю выбор в плане мультов. Для меня пока что нет. Может быть в будущем будет, когда своя лодка. Я ей передумаю, пока мне хватает без нарционок. Твичинг воблеров больших. Опять же, у меня там две рыбалки в году с твичингом воблеров. Поэтому, ну пока что нет. Далее у нас спрашивает Максим Коблев. Как ты относишься к джеркам? Блин, сейчас от часу не легче. К джеркам отношусь положительно. Это интересная рыбалка. Друг у меня, вот с которыми ловлю, ими увлёкся было. Я за ним наблюдал. Интересно было наблюдать, как он этому всему учился, да. Джерк действительно позволяет иной раз поймать рыбу, Которая не клюёт ни на джик, ни на воблеры в этом месте. То есть, эта приманка выстреливает реально. Вот. Бывает, что позволяет поймать какую-то трофейную рыбу. Там, где ты её не поймаешь. Там на элементарном 130-й воблер. Но мне не нравится джерк именно своей мощностью и кондовостью. Это больше работа, чем рыбалка. И поэтому для себя, ну, даже-даже отдалённых планов нету на джерке. Просто я позитивно отношусь, что да, классно посмотреть там какое-то видео, Как проловят джерки, да, посмотрю с удовольствием. А самому ловить нет. Сауна, слайдер, семёрочки у тебя часом нет? Естественно, есть. Ну, и как? Не впечатлил? Слайдер? Не, классная приманка. Меня, на самом деле, очень удивил, что воблер, ну, как воблер, джерк, да, Не имеющий ни лопасти, ничего, просто кусок деревяшки, И иметь такую верткую игру, когда я впервые его к себе поимел, Я, если честно, удивился. У меня лежит две семёрки, одна плавающая, другая тонущая, То есть, раньше я их использовал, когда больше ловил на воблеры, Но в последнее время это как-то в джик уперся, И не показывал их на канале. А вот вообще, да, воблеры тебе нравятся, На них и щуку ловил. Представляю, я видел, как работают более крупные джерки, Потому что мой друг вместе со мной ловил, То есть, у нас даже были рыбалки, Когда были годы с низким уровнем воды на АБИ, То есть, мы, большая вода, я с джигом, он с джерком. Ну, джиг у него тоже с собой есть, да, но в основном он с джерком. Были рыбалки, я его облавливал подчистую, да, Были рыбалки, он меня облавливал. То есть, когда рыба предпочитала, Или она джерк предпочитала, Или ей нравилась приманка, идущая в толще воды, То есть, это непонятно, да. Но факт в том, что, вот, когда как. Если пытаться подстроиться каждый раз по какой-то логике, Ну, наверное, скорее всего, ничего не получится. То есть, я бы во что-то одно упирался, Тогда больше шансов рыбу поймать. Хотя, есть люди, которые ловят чисто на джерки, Ну, как бы они тоже, видишь, Сегодня они хорошо отловились, Завтра их джиговики сделали. Потом наоборот. В каждой снасти свое место и время, как всегда. Золотые слова. Далее Саня Захаров продолжает, Но на этот вопрос отвечен, наверное, я. Половина вопросов в топку. На видео все было. Но любой зритель часто может захотеть узнать о тебе, Как о ведущем канале, все и сразу. Ну, вот все 150 роликов он там за 20 минут, за 40 не просмотрит. А здесь конкретно видео, в котором все собрано. Так что, Саша, думаю, кому-то все-таки будет интересно. Ну, как показывает практика, Хоть я постоянно делаю подробные описания, Хоть я снимаю обзоры, Хоть показываю все, что могу показать, Все равно находятся те, кто придет и спросит то, Про что уже сто раз говорили. Те же бедные поводки из струны. Ребята, существуют поводки из струны. Поверьте мне, очень многие про них не знают. Меня каждый раз про них спрашивают, Что это за поводок? А из чего он? А почему ты его закручиваешь? Да елки-палки, поводок из струны. Загуглите, почитайте. Это у меня прям крик души. Я уже хотел видео отдельное снять, Второе про поводки. Василий, ну вот много вопросов, На которые уже были ответы дали. Денис Леонтьев спрашивает. Василий, а почему 007? Типа Бонд? Джеймс Бонд? Ну, тут, наверное, вас спрашивают, В принципе, почему и Сибиряк, и 007. Все началось давным-давным. Давно, когда я увлекся игрушкой русская рыбалка. Вот. Интересная игрушка была, по-первых, пока была бесплатная. И как-то возник банальный вопрос, Как назвать себя там в этой игре? То есть, какой себе логин придумать? И как-то я с отцом с ним разговаривался, То есть, обсуждали эту игрушку, И мне она тоже понравилась, забавная такая. Вот. Ну и он это говорит, А почему не Сибиряк? Ты же Сибирь, Сибирь. Ну, зависит с Сибиряком. Ну и все, я себя в игрушке так и назвал. Сибиряк профиль, да? Потом пришло время, Наткнулся на сайт рыболовный местный, Новосибирский, Где писали весь из водоемов, Там отчеты, фотографии. Ну, хороший, интересный сайт. Кто не в курсе, это fishingbase.ru. Небольшая реклама. Ну, реально классный сайт. То есть, те, кто ловит Новосибирские области, Это прям для нас. Там все основные рыбаки тусуются. Вот. Хотел там зарегистрироваться по тем же никам, Ну, понравилось мне быть Сибиряком. А он уже был занят. Вот. А так как в детстве фанател из фильмов Джеймса Бонда, Все вот эти вот крутые его примочки и так далее, То, ну, решил просто написать Сибиряк 207. И все. Потом под этим ником я уже начал писать статьи, Обзоры, фотографии. То есть, как-то стал, ну, таким, ну, К тебе обычно прирастает никнейм. То есть, я стал Василий Сибиряк. Все. То есть, кто-то из друзей меня знает, Или знакомых с сайта, Кто-то на сайте видел, как бы, Вот прирос ко мне этот никнейм. Ну, и в дальнейшем, то есть, Рыбалка с Сибиряком 207. Поэтому, собственно, так же и канал назвал, Потому что, ну, такой вот ник ко мне прирос. Вот. Не изменишь же имя заново. Вот, видишь, Денис все-таки выкупил, Откуда корни. Теперь давай несколько вопросов Личного от меня. Расскажи нам какую-то веселую историю Из твоей рыбацкой практики. С веселыми историями проблема, Потому что я не умею смешно рассказывать. Вот, но просто историю расскажу. Она, вот, наверное, единственная, Которая со мной ходит постоянно по пятам. То есть, те, кто знает меня С маленького такого рыбака, Те и стебутся надо мной периодически на эту тему. Дело было на моих вторых соревнованиях. Первые были в 12 лет. Я там выиграл с поплавком. Вторые были в 13 лет. На следующий год снова приехал на районные. Ну, в общем, все прошло как обычно. Рыбу наловил. И получилось так, что ушла вода Перед соревнованиями. И было очень много грязи. На берегу. Я был в сапогах длинных по колено. Сам еще мелкий, 13 лет. Вот, тогда я более щуплый был. Ну, и между делом, мои сапоги Засосало практически полностью. Потому что я стоял и целенаправленно Смотрел только на поплавок И думал только о том, как поймать рыбу. Мне было плевать, что происходит У меня под ногами и вокруг. Короче, сапоги засосало полностью. Соответственно, я не смог просто, Когда оказали финиш, Встать и выйти из грязи. Насколько они глубоко ушли вместе со мной. Отец пошел на взвешивание. Взял мой мешок. Он вместе со мной рыбачил. Ну, и получилось так, Что я снова занял первое место. Ищут победителя. Где он, где он? Победителя нету. Кто-то из моих там знакомых сообщил, Что победитель на берегу сапоги откатывает. И в итоге тут толпа, 60 человек. Участников подходят такие. Так, берег немного на возвышенности обрывисто. Я там внизу в грязи копаюсь. Подходит. И давай ржать, как кони. Все повыпадали. Победитель где? Победитель стоит по уши в грязи. Весь в грязи откапывает сапоги. Ни лопаты, ничего. Руками в этой глине. Ну, ребенок. Это выглядит вообще юморно. Весь чумазый, весь в глине. Мне сообщают о победе. Ну, что? Ну, да. Ну, здорово. Я там повеселился. Дальше сапоги копать. В общем, история вот такая забавная. Те, кто были на берегу, То есть до сих пор прикалываются. Но давно, типа, Что, давно сапоги не выкапывал? И все в этом быхе. Слушай, а каких-то фотографий Как-то не до этого были. Я, в принципе, не особый любитель фотографировать. Тем более сам себя. Это уж даже камера и таун экшен Со стороны себя не снимая. Вот тогда ничего не фотографировал. У меня было видео смешное. Но я не помню, где-то в контакте болтается. С такой же ситуацией друг у меня попал, Который стебался надо мной в тот день. А просто на обычной рыбалке Он-то еще круче ушел. Он ушел полностью по болотнике. Болотные сапоги, которые по самое Мужское достоинство. Вот он полностью в них ушел в грязь. Я его снимал на видео. И угорал над ним. Если кому-то интересно, Может быть, у меня в видеозаписях в контакте Это и есть. Я не помню, если честно. Я поищу. Это была маленькая месть. Так, слушай. Ну, давай теперь серьезно. По поводу катушек писи фан. Ой, да. Такая серьезная тема, От которой сразу у всех горит. Да-да-да. Ну, все началось просто. Вот наших много ютуберов Начали глупости по поводу этих катушек Делать, рассказывать. Потом продолжили глупостями. И завершили глупостями. Вот по обзорам этих катушек, Думаю, многим людям стало сразу понятно, Кто чем дышит, Кто как думает, Как кто подходит к обзорам. Вот ты сделал заключение, Осветил все моменты. Положительные, отрицательные. А некоторые люди у нас сказали, Что вот экзист курит, Нервно плачет там где-то в сторонке. Да, этот цирк видел, Тебе шнур прислали, Меня уже попросили ничего не снимать. Правда, Можно и похвалить представителей писи фан За такую обратную связь, да. Я по джерси катушки делал обзор. Ее просто сняли с производства. Видать, не было какого-то грамотного ТЗ До этого по ней. Как у тебя там дела? Что у меня по писи цифану? Ну, видишь, когда мне прислали катушку, То есть они на меня вышли, Я это и в обзоре с ним говорил, То есть у меня всегда первый ультиматум, То есть я говорю ровно то, что я думаю. В ответ мне прозвучало, Это будет честно. То есть они так сказали, То есть ничего против не имеют. То есть мне со своей стороны, На самом деле, То, что там говорят, Продался или что-то. А кому продаваться? Какой смысл? Миллионы мне там не заплатят. То есть какие-то разовые деньги поймите, И потом себя опозорить раз и навсегда. Да, какой об этом смысл? То есть я рассказал то, что видел, То, что как бы мог показать, да. То есть как она укладывает леску, показал. Сказал, как она крутится, да. Но это, конечно, на видео не покаришь, да. Но вот она вертится. Но ход у них действительно там легче, Приятнее, чем у новой Эксии. То есть если сравнить, да. Но я опять же сказал, Что, извините меня, Эксия это проверенная там Тысячами миллионами, наверное, Рыболов уже катушка, да. Надежная, металлическая, Как бы, извините меня. У нее имя есть. Больше ей ничего не надо. А это, то есть все так экспериментальное. То есть, ну, на первый взгляд, Вот та катушка, которая у меня, Как бы, ну, она нормальная. То есть у нее единственный минус, Что она прям тяжелая, да. Вот после дорогих катушек Это сразу в глаза бросается. С другой стороны, катушки этого класса В основном там плюс-минус Такое вес и имеют, да. И опять же, вот, ну, Я ничего конкретно в обзоре не говорил. То есть, как бы, ну, вот описал, да. Вот кто хочет. Кто что хотел, тот, кто и увидел. Я так понял по комментариям, да. Показал там то, что втулка стоит А место подшипника в ролике, да. То есть, это, ну, это не то, что минус, да. То есть, втулка, она должна быть всегда чистой. Если она не чистая, она не крутится, Она клинит. То есть, для рыбака, который не вникает, Что с его катушкой происходит, Лучше подшипник, потому что он там живет Своей жизнью и живет, да. Втулка, она более нежная в этом плане. Поэтому для большинства это минус. Для кому-то пофигу. То есть, я попробую половить, скажу, Как она себя ведет на водоеме. То есть, у меня пока о ней вот такое, Никакое мнение. Ну, вот катушка, катушка. Каких-то таких явных косяков, Чтобы прям надо было ее выкинуть, Да и не потесни на рыбалку. Но вот у моей модели, по крайней мере, не было. Но нужно понимать, что это китайцы, И у них качество может прыгать не просто От серии к серии, да. А то есть, две катушки одного размера могут отличаться. Это вполне нормально и может быть. Со шнурами тут тоже не все однозначно. Мне прислали шнуры, Я взялся на маленьких размотках. По характеристикам нитки абсолютно адекватные. То есть, там где-то даже рядом с той же там Народной ниткой с онлайн супер ПЕ. Рядом по своему реальному диаметру, Реальной толщине и прочности. То есть, по этому соотношению. Не точь-в-точь, чуть-чуть поменьше там, да. Но близко. То есть, учитывая ее ценник, Как бы оно адекватно. Но в то же время люди начали покупать Ну, из-за своей, ну не то что жадности, да. Но желание купить больше за меньше деньги, Брать большие размотки по 500 метров. И там практически 100% негативные отзывы, Что нитка не держит разрывную нагрузку, да. Те, кто берут более маленькие размотки, Там все лучше. Хотя мне говорили, что шнур абсолютно одинаковый. Почему так, непонятно. Я им уже задавал вопрос китайцам, Почему так, говорю, Почему идет негатив по большим размоткам. Типа, мы этот вопрос решаем. То есть, ну может быть, что-то там наружили, Может что-то там как-то исправят, да. То есть, опять же, не исключено, Что мне вот пришел удачный шнур, да. Может свежеиспеченный сразу из конвейера. А продают они в том числе и старые нитки. Может они там какое-то время полежат, Начинают разрушаться. Я же не могу этого знать. То есть, я делаю обзор ровно на то, что вижу. Как бы я тоже имею риск поймать брак. И имею риск поймать наоборот что-то более хорошее. То есть, тут не угадаешь. Это китайцы. Да, если даже с японскими производителями хорошими Бывает так, что плавает качество, да. А тут... Вася, я тебе личную историю расскажу. Я там сразу так конкретно хотел заниматься тестами шнуром. Теперь как-то остыл к этому. Потому что от партии к партии Вот немного могут показатели все-таки колебаться. И вот начинают люди писать 300 грамм у меня не соответствует Разрывная нагрузка Вот у тебя там 5 килограмм было А у меня 4700 на 5 килограммах Ну это вообще может быть чисто погрешность Из-за узла Из-за того, что узел неправильно затянул Неправильно смочил Меньше больше оборотов сделал Какой узел использовал Это же все очень индивидуально То есть, народ тоже вот мерит разрывную этих шнуров, да И говорит мне данные Но я же не знаю, как они его проверяли, да Вот я сделал там у шнура Клинч 16 оборотов Смочил этот узел, затянул Плавно натянул И она порвалась на таком отрезке А может он там сделал другой узел Меньше оборотов, больше оборотов Может там как-то уже поврежденный был участок Мало ли что он с ним делал То есть, это тоже очень так условно Другого спрашивают Ты как, говорю, измерял? А он привязал не к застежке, как я А привязал напрямую к крюку весов То есть, шнур вот так вот на распорке получается Это опять же его на разрыв тянет больше Он быстрее лопается А надо привязывать к тонкому все равно предмету Типа застежки То есть, такие вот они Вроде бы моменты тонкие, да Но они уже опять же дают эту субъективность Каждый померил по-разному Каждого по-разному Ну, я уж не говорю про то, что все в разных условиях ловят Шнуры это такая тема какая-то скользко-опасная Приносит она много головняка Хочется сделать, поделиться, да Каким-то адекватным, правильным заключением А в итоге, через какое-то время Все-таки, возможно, некоторые моменты изменятся И потом все начинается В плане шнуров, да И в те же плане японских шнуров Я уже просто предвкушаю вопрос Типа, а какие японские шнуры там Имеют нестабильное качество Да мои любимые шнуры Но мои любимые шнуры Sunline Тот же Super Braid 5 Бедный, запинали уже Вот первые партии были сырые У некоторых он умирал за одну-две рыбалки Японский шнур, да Потом пошло нормально То есть, очень много негатива было, что шнур дох Я его себе купил У меня он все прекрасно ведет Уже 2 или 3 сезона на тяжелом джиге Sunline X-Cast, новинка Вот, я ее взял, попробовал Она у меня сдохла То есть, шнур там особо никаких контактов не имел Начал рваться У меня обзор про него был То есть, я про это рассказывал Компания МИДа мне этот шнур заменила Потому что посчитали, что это брак На другую нитку То есть, как бы, вот он, пожалуйста Тоже японский качественный шнур Там проверено паловцами То есть, те, кто там восхваляет МИДу Есть у меня такие в группе кадры То есть, ну вот вам и МИДовское качество То есть, есть хорошие вещи и у китайцев И, естественно, есть хорошие вещи у японцев Но и везде есть всегда риск поймать что-то вот такое вот Брак, недоделанное Какая-то некондиция Тем более, сейчас все равно Вот эта вот прогрессия на удешевление Я так понимаю, в основном производство Все переносят из Японии там в Китай Во Вьетнам, да То есть, где-то контроль качества хороший Где-то маленько там упустили И вот тебе, пожалуйста, тоже сюрприз неприятный Не защищены мы ни от китайцев, ни от японцев Место производства это У Китая огромные сейчас технологические мощности Я этим плотно интересуюсь Там все зависит от количества денег Которые влаживают в производство Одни из самых лучших телефонов Айфоны где производят? Так я о чем и говорю Это вот дурь постоянная Китай, все плохо Да практически все в Китае производится Какая разница Вопрос в том, сколько ты вложил в это производство Да, и какой контроль качества То есть, можно в Китае сделать вещь, которая будет по сборке Ничем не отличающаяся от японской вещи Но она и стоит будет соответствующая А все же хотят дешевое Вася, ты все рыбалки свои записываешь? Или на камеру, я имею ввиду? Или есть такие рыбалки, которые не снимаешь? Нет определенной формулы стопроцентной Поначалу писал не все Потому что не было технической возможности Там то батарейки Не все заряжу Тем же этим большим аккумулятором Как он называется-то правильно? Пауэрбанком я не пользуюсь У меня отдельно аккумуляторы были То есть, пока не набрал нужное количество То есть, не все рыбалки снимал Потом был год, получается, второй Практически все старался снимать Чтобы было максимально много материала Вот, да и в принципе Со временем уже стал привыкать к камере То есть, ловлю себя на мысли Что мне уже как-то, знаете Как будто на рыбалку идешь с другом То есть, разговариваешь на камеру Вам все это объясняешь Зрителям Ну и в принципе У меня там, наверное, 99,9% рыбалок Прошли с камерой А вот в последнее время Ну, есть рыбалки На которые я камеру не беру Или бывает так, что Ну вот нет настроения, да Рыбалка не задалась Или еще что-то Вот у меня последний Ну, крайний зимний выезд был То есть, начал сначала снимать Что-то рыба не клевала Что-то не нашли сначала Потом нашли на мелкую И как-то тоже где-то настроение И забил на камеру Просто для себя там Порыбачили с другом Пообщались, поболтали То есть Когда как Что для тебя твой канал Кстати Я читал вопросы И очевидно забыл задать Кто-то из подписчиков Спрашивал Как ты пришел К созданию канала Планировал ли ты Такой большой канал Или просто так получилось Канал пришел Благодаря Наверное Сейчас самому крупному Рыболовному каналу Большинство Наверное знает его Клуб рыбаков Там Михалыч Так называемый Снимал видео Когда он их еще снимал Вот Зацепила меня Это тем Мне нравилось Как он снимает И То есть Возникло желание Сделать то же самое То есть Тоже снимать видео То есть Как бы Все это преподносить Плюс ко всему Сначала я Писал статьи Писал обзоры Про спиннинги Там про приманки И То есть В какой-то момент Пришел к мнению Что нужно Как-то Это дело На новый уровень Выводить Грубо говоря Да То есть Текст текстом А ну видео Оно более живее Как говорится Лучше один раз увидеть Чем сто раз прочитать Ну и вот Решил попробовать Купил И Притом решил пробовать Не просто попробовать Да А основательно То есть Не купить китайскую камеру А сразу Вложился Купил GoPro Со всеми там Креплениями Со временем Там набрал аккумуляторов Две флешки По 64 То есть Конкретно экипировался Чтобы я мог Полноценный Даже большой день рыбалки Отснять на камеру То есть И цель была Снимать не как Снимает большинство рыбаков То есть Рыбу поймал Потом включил камеру И уже Снимает Как он вытаскивает Да А полностью процесс Заброс Проводка Поклевка Момент поклевки Это самое интересное По сути Ну по крайней мере На мой взгляд Вот это вот Буквально Это момент А вот он Самый-самый Эмоциональный Ну и соответственно Подход был Изначально серьезный Чтобы в будущем Чем больше Чем лучше Качество будет Тем это больше Прилечет народу Учиться говорить Учиться снимать Это все будет В процессе То есть Как бы такая была логика Не так Сначала научусь Потом буду снимать Нет постепенно 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 То есть Я думаю Сами зрители Замечают Что с каждым разом Стараюсь что-то Новенькое добавлять Бывают какие-то По-разному сниму По-разному скажу Бывает по-разному Саму Саму рыбалку Веду И рассказываю Про все Ну и цель Дальнейшая Конечно же Это Развитие Рост Конечно Есть там Такая Где-то там В тумане В тумане В далеком Цель В виде миллиона Подписчиков Такой большой Красивой цифры Ну когда-нибудь Наверное будет Останавливаться На достигнутом Не собираюсь Но в то же время Сейчас Когда прошел Промежуток Планку 10 тысяч Почему-то Стало Пофиг на количество То есть Вот сейчас Собралась аудитория Которая меня поддерживает Которая меня смотрят То есть Эти люди Которым нравится Это да И я уже снимаю Просто для них Приходят на канал Новые Хорошо Всем рады Да Уходит кто-то Кому-то что-то Не нравится Ну у каждого Своё мнение Не нравится Идите смотрите То есть Я на канале Силы никого не держу То есть Перед каждым Подписчиком То что Не умоляю Остаться Всеми силами Все люди Разные Кому-то нравится Одно Кому-то нравится Другое Главное Есть мои Единомышленники Которые меня смотрят И именно Для них Для тех Которые сейчас У меня на канале Есть Я снимаю Эти видео А не для того Чтобы привлечь Максимальное количество Народу Если буду снимать Качественно Соответственно Люди будут приходить Наверное Как-то так Вась Слушай Ну а как Ты относишься Вот К таким Резким Таким Комментарием Вот у меня Это вообще Жесть Прочитаешь И полночи Потом не спишь Ну такие Критики есть Я понимаю Что там Не опыт А невозможности Сравнений Часто нет Ну Как-то Просто Жесть Там Как напишут Бывает же И у тебя Такое Да Конечно Бывает Каждый день Такие комментарии Пишут Тут Во-первых Разные бывают Ситуации То есть Опять же Разные категории Бомбящих Комментариев Есть Комментарии Полностью Неадекватные Можно сразу Удалять Закрывать Мата Оскорбления То есть Вообще Человек Как будто С дуба Рухнул Еще с другой Планеты Пролетел И рассказывает Мне про Какого-то Пришельца Близко Не связанного С рыбалкой Бывает Такой Бред Кому-то Не нравится Внешность Ну ребят Извините Это вообще Бред Полнейший Выбирать По внешности Ну вам Бьюти блок Кого-нибудь Красивой Девочки Тогда Ну это Вообще Смех Полнейший Бывает Человек Адекватный То есть Это сразу Видно Потому Как он Пишет Если он Пишет Хотя бы Практически Без ошибок Грамотно Значит Человек Можно Разговаривать Бывают Такие Что Они Делают Десять Ошибок В одном Слове Понятно Это Либо Очень Молодой Либо Очень Недалекий Ребят Не обижайтесь Но Это Просто Практика Я Поначал Отвечал Всем Потом Уже Таким Перестал Практически Отвечать С Адекватными Людми Начинаю Разговаривать Начинаю Ну Как бы Скать Не Спорить А То есть Я Ему Свою Точку Зрения Пытаюсь Объяснить Может Он Не Допонял Пытаюсь Его Услышать С Кем То Получается Вроде Поговорили То Бывает Я Его Точку Зрения Принимаю Бывает Он Мою Точку Зрения Принимает Бывает При своих Остаемся Но Не Ругаемся Да То есть Мы Друг друга Поняли Просто По Разному Мыслям А бывают Тех У него Кончаются Факты Начинаются Оскорбления Опять В процессе Разговора То есть Ну Сейчас Такая Логика Что С кем То Разговариваю С кем То Нет Но Практически Всегда Стараюсь Точить Только На Вопросы То есть Комментарий Бомбящий Ну Бомбит Он Пускай Бомбит У всех Свои Мнение Есть Пишите Я Комментарии Не удаляю Кроме Матерных То есть Когда Конкретно Оскорбления Идут Конечно Это Нет Или Политику Поднимает Это Вообще Дело Неблагодарное Вот А так Тяжело На самом деле Эмоционально То есть Вроде бы Это все Логично Это все Понятно Да То есть Такие 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 Этим Нужно Не Нужно А все Рано Это Начитываешь Это Себя Принимаешь И Периодически Возникает Депрессия В Такие Случа Я просто Обращаюсь В свою Группу Ребятам Ребят Поддержите Ну Примерно Так Да У меня Недавно Был Подписчик Очень Такой Едкий Там Меня Сравнил Чуть ли Не С Относящиеся Ко мне Люди То есть Они Прям Реально На Позитиве Это Прям Как Пришел Вылечили Все Новый Стимул Есть Вперед Снимать Неоднозначный Ответ Тут Позитивной И Такой Радостной Новости Адекватный Подписчик Такой Нейтральный Не имеющий Каких-то Предвзятых Отношений Потому Что Часто Еще Я Вот Там Выкупал Пишут Представители Других Имен На рынках Говоришь О катушках Одного Производителя Продавец Других Начинаете В общем А такие Нейтральные Люди С ними Всегда Как-то Просто И Приятно И Положительные Отзывы Поднимают Настроение Да На самом Деле На канале Самый Главный Стимул Для нас Это Когда Нас Поддерживают В комментариях То есть Вот Это Когда Люди Тебе Пишут Хорошее Когда Они С тобой Обсуждают Они Это Интересуются Вот Это Самая Главная Благодарность Не то Что С этого Какие-то Деньги Поимеешь Что Что Тебя Посмотрели Что Ютуб Выплатил Это Конечно Приятно Но Если Тебе Будут Каждый Раз Писать Извините Что Ты Такой Плохой Это Это Тебе Тебе Деньги Нафиг Не Нужны Будут Потому Что Это Так Морально Съедает Это Очень Сильно Напрягает Это Как Что В медицине Я С людьми Общаешься И У врачей Очень Сильное Эмоциональное Выгорание Профессиональное Выгорание Идет Так же И здесь Потому Что Разные Люди Каждый По-разному Пишет Тебе И Это Все Через Ся Пропускаешь Аукается С Положительного Мы На отрицательное Переключаемся Снова На положительное Хорошие Комментарии Честные Подписчики Без Предвзятых Отношений Я Смотрел Много Твоих Видео Вижу Твой Подход Как Ты Освещаешь Факты Все Показываешь Есть Много Таких Каналов Которые Выпускают Одно Переоценивают Другое Я В общем Со своей Стороны Как твой Подписчик Оцениваю Твой Канал И советую Всем Своим Зрителям Также Посмотреть Василия Кто Возможно Не смотрел Подписаться На твой Канал Если Кто Возможно Не Подписан Это Конечно Будет Выглядеть Как Кукушка Хвалит Петуха За то Что Хвалит Кукушку Естественно Я могу Порекомендовать Твой Канал Только За Твою Не Просто Объективность Да Это Говоришь Честно Как Есть Да А Ты Пытаешься Что-то Показать То есть Ты Идешь В бассейн Снимаешь Воблер Показать Как он Играет Но Я на такие Жертвы Не готов Честно Вот Когда Ты Это Делаешь Я Реально Офигеваю Насколько Ты Свою Эту Идею Держишь Реально Хочется Руку Пожать Прям Уважение Отдельное Но Далековато Казалось бы Ну да Мелочь А ты Попробуй Ты Во-первых Эмоционально Я вот Себя Представляю Я пойду В бассейн Воблер Кидать На меня Скажут Что за Идиот Пришел Я уже Не пойду А не то Что еще Надо За это Заплатить Чтобы Тебя Туда Пустили Снять Показать И после Этого Кто-то Там Находится Пишет Типа Да Ты Такой Секой А ты Там Продался Думаешь Ба Чувак Ты Наверно Просто Не знаешь Чего Это Стоило Человеку Твои Видео За это Очень Сильно Уважаю Жаль Что У тебя Конечно Рыбалок Нет Ты Давай Это Дело Наверстывай Очень Хочется Посмотреть Как ты Рыбачишь Аппаратное Обеспечение Подтянуть На Свою Сжикэм 4000 Ну Такое Качество Печальное Ну Ничего Я Где-то Я был Сказал 100 Поклевок За У меня Теперь Стимул Огромный Снять Это Все Показать Людям Буду Считать Ну Вот Некоторые Люди Считают Что Это Просто Нереально Не Ну Как бы У всех Разные Условия Ну 100 Поклевок За Уикенд Это В смысле Уикенд Это Суббота Воскресенье Ну Тот Уикенд Был Пятница Суббота Воскресенье Три дня Три дня По 30 Поклевок В день Притом Ты же Не 30 Там Поймал 5 Килограммовых Рыб Да То есть Рыбу Разные Ну Еще Такое 30 Поклевок Одна Щука Может 5 Поклевок Выдать Пока Попадет Воблер Ну Че Опало Все нормально Я тебе Верю Рыбалки Должны Появиться Все Всем Большое Спасибо За Просмотр Всем Не Хвостань Чешей Пока Пока Ребят Спасибо За Просмотр